Откуда взялось выражение крокодилово слезы? Крокодилово слезы – абсолютно уникальный фразеологизм международного масштаба, ведь встречается он в очень многих языках. Откуда он взялся и что означает? По-итальянски это звучит как лакрима di kakadrilla, по-английски – krokodilters, а по-немецки – krokodilstranen. И во всех языках крокодилово слезы означают неискреннее сожаление и фальшивую жалость к тому, кого сам погубил. О крокодиловых слезах было известно еще в Древнем Риме. Упоминание об этом выражении было найдено в библиотеке патриарха Фотия в Константинополе 810-895 годов. Говоря о крокодиловых слезах, древние римляне имели в виду проливать слезы над побежденным. Затем это выражение встречается в книге «Путешествия сэра Джона Мандивилла» The Voyage and Travel of Sir John Мандивилл. В Англии между 1357 и 1371 годами, где говорится, что в Эфиопии обитают крокодилы, которые плачут, поедая человека. С древности многие народы считали, что крокодил льет слезы, когда съедает свою жертву, якобы страдая от содеянного. Однако это сочувствие, лицемерно по определению, его не может быть. Но факт остается фактом, многие исследования подтвердили, что у крокодила и правда из глаз стекает жидкость в момент поедания пищи. На самом же деле, глаза крокодила устроены таким образом, что прямо под ними находятся специальные железы, выводящие из организма излишки соли, что внешне напоминает плач. И несмотря на то, что смысл фразеологизма научно необоснован, он очень лаконичен и невероятно образно и емко выражает заявленный смысл.